МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях входящего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил? Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем о августе-сентябре 2020-го. В августе, в год 75-летия атомной промышленности, в Сарове открыли мемориальный комплекс с испытателем отечественного ядерного оружия. Памятник представляет собой аллегорический меч, воткнутый в землю. Наверху стелы расположили образ энергии, разрывающий камень. Это символ расщепления материи и сияющего небесного света. Память о героизме и дань уважения тем, кто вносит огромный вклад в обеспечении могущества и суверенитета нашего государства. Открытие памятника испытателям отечественного ядерного оружия имеет огромное значение не только для Сарова, но и для всей страны. Так как именно люди этой важной и опасной профессии стоят у истоков создания ядерного щита Родины. На торжественном митинге слова благодарности всем испытателям высказали представители высшего руководства страны и госкорпорации «Росатом». Именно испытатель дает дорогу жизни тому или иному изделию. Поэтому это важная, опасная и нужная профессия. И то, что мы отдаем сегодня. Дань уважения к этой профессии говорит о многом. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вам за неравнодушное отношение к жизни города, к его развитию. И хочу подчеркнуть, что для меня, для моих товарищей, для госкорпорации вне Саров всегда был и будет тем священным местом, той ядерной меркой, в которой куется ядерное оружие. Спасибо вам большое за ваш труд. Архитектурно-художественная идея памятника принадлежит скульпторам из Санкт-Петербурга. Восьмиметровая стела из гранита – это меч, воткнутый в землю, символизирует собой мир. В рукояти меча художники поместили образ энергии, который разрывает камень. Это одновременно расщепление материи и сияющий небесный свет. На шести барельефах изображены фигуры представителей основных профессий – ученого, конструктора, сборщика, дозиметриста, военного, экспериментатора, без которых проведение испытаний невозможно. Мемориальный комплекс – это не просто место памяти, это воплощение героизма и высокой значимости профессии испытателя. Для жителей города памятник имеет особое значение. В каждой семье есть практически сотрудник института, либо завода. Во многих семьях испытатели работают и выезжают на полигоны и на площадки. Я думаю, что этот памятник для многих жителей города имеет личное значение. Большинство жителей, большинство работников, особенно в НЕФ и не только, принимали участие в создании этого проекта. И, конечно, в первую очередь, испытатели, конечно, они очень довольны этим символом, что все-таки в городе Сарове такой памятник появился. Символично, что памятник испытателям установили именно в Сарове, где был разработан первый отечественный атомный заряд РДС-1. Это позволило установить ядерный паритет и на десятилетия вперед обеспечить мир на Земле. Торжественные линейки 1 сентября в 2020 году прошли в ограниченном формате. На праздник пустили только первоклашек, учеников девятых и одиннадцатых классов и их родителей. Для всех остальных в кабинетах прошли классные часы. Наша съемочная группа побывала на празднике знаний в открывшейся, наконец, после затяжного ремонта школе номер 10. День знаний – важное событие для детей и их родителей. Сменяются поколения, но трепет от торжественной линейки остается тем же. Елена Ларина сама когда-то перешагнула порог 10-й школы, будучи первоклассницей. Теперь привела учиться сына. Грызь гранит науки маленький Саша будет в обновленном заведении. Очень, конечно, волнительно, очень радует, что школа после ремонта. Очень это радует. Я сама училась в этой школе. То есть у меня старший сын заканчивал тоже эту школу. Поэтому очень волнительно, очень радостно, что младший идет в первый класс. Для Ксении Куприяновой этот учебный год в школе будет последним. Выпускница считает, что сейчас как никогда нужны сплоченность и собранность, чтобы насладиться общением с одноклассниками и учителями, подготовиться к ЕГЭ. Настроение боевое. Хотелось бы, конечно, весело его провести, так как все равно 11-й класс, последний год. Мы очень рады, что пришли в новую школу наконец-то, потому что мы учились 3,5 года в другой школе. Очень было тяжело. И, наконец-то, рады, что столько места, все родные люди. Полноценный праздник со стихами, песнями и танцами из-за пандемии провели только для первоклассик и будущих выпускников. Остальных учеников педагоги собрали на классные часы. Из новшеств – это введение нового федерального государственного образовательного стандарта для десятиклассников. Все десятиклассники в Сарове будут учиться по индивидуальным учебным планам, углублять те предметы, которые нужны им для поступления в ВУЗ. Это, безусловно, бесплатное горячее питание для начальной школы. Это оплаты классным руководителям в размере 5000 рублей дополнительные. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 13 сентября в Нижегородской области прошел единый день голосования. Явка избирателей на региональных и муниципальных выборах была невысокой. В Сарове в этот день выбирали депутатов городской думы седьмого созыва. Отдать свой голос за кандидатов пришли чуть больше 30% саровчан. Наша съемочная группа побывала на двух избирательных участках, которые были организованы в центре образования. Треть саровчан приняли участие в выборах депутатов городской думы седьмого созыва. Из более 100 кандидатов надо было выбрать 34 достойных, которые будут представлять интересы горожан в органах власти предстоящие пять лет. Решать проблему, помогать, вести диалог с чиновниками. На большинстве округов в думу баллотировались по 3-4 человека. Если мы все придем на выборы, но если дружно, как говорили в советские времена, проголосуем единогласно за того кандидата, который достойный, так же будем и жить. А если мы придем половину и наши голоса разойдутся на пять частей, то, естественно, перспектива будет совершенно другая. Важно для всех людей города выборы, чтобы нам помогали во всем, чтобы все были довольны. Для этого нужны выборы, чтобы люди работали за всех нас. Мнение молодежи, что это достаточно важно, хотя сейчас возникает такая ситуация, в которой не все уверены, что это вообще возможно. Но, конечно же, важно пытаться, важно как минимум не сидеть дома, а ходить, пытаться голосовать, пытаться что-то делать. На выборы депутатов седьмого созыва заявился 161 кандидат, но не все в итоге попали в лист для голосования. Около 40 были сняты с предвыборной гонки, в том числе и в судебном порядке. В борьбе за кресло в думе приняли участие 114 человек. Определиться с выбором с ровчанам было непросто. Вот эти новые люди, мы их не знаем, и какой-то особенной программы с их стороны, ну, то, что мы не видели этого. А работа старого депутата, ну, она как бы видна, и, ну, не знаю, ну, сложно было. Я с ним общалась, и это общение мне достаточно понравилось, мне достаточно понравилось, как он откликнулся на мою просьбу. Достаточно быстро, достаточно все четко, поэтому на личном опыте я решила повторно выбирать именно его. Отдать свой голос за одного из кандидатов депутаты с ровчаней могли уже со 2 сентября. Именно тогда стартовал досрочный этап голосования. В среднем на каждом избирательном участке за 11 дней свою волю изъявили по 200 человек. Срочно проходило активно, пришло 224 человека. То есть люди шли, кто хотел уезжать в отпуск или там куда-то в другое место, приходили и голосовали. В единый день голосования, 13 сентября, избиратели шли на участке с самого утра. Кроме легитимности выборов, перед участковой комиссией стояла задача обеспечить безопасность горожан во время голосования в период пандемии. Голосование проходит спокойно, с соблюдением мер безопасности от коронавирусной инфекции. На входе раздаются средства индивидуальной защиты, выдают ручки, меряют температуру. Стараемся, чтобы максимально безопасно это проходило. За время голосования поступило около 10 обращений о нарушениях на участках, большинство из которых не подтвердились. По итогам голосования состав городской думы обновится на 40%. Из 34 народных избранников 14 впервые наденут значок депутата. В сентябре между многодетными семьями распределили 72 участка под индивидуальную жилищную застройку. Для этого в администрации провели жеребьевку земельных наделов. Участки находятся на улице Нижегородской. Там уже проложены системы инженерных коммуникаций и выделены деньги на строительство дороги. Жеребьевку участков земли по ДЖС для многодетных семей провели с соблюдением всех защитных мер. На процедуру распределения пригласили по одному представителю от семьи. За час до начала участники зарегистрировались и получили пакет документов, бланки заявлений и памятку о правах и обязанностях семьи, претендующей на получение земельного участка. Процедура жеребьевки земельных наделов для многодетных семей проводилась в Сарой впервые. Действительно историческое событие, поэтому прошу настраиваться на позитив и работаем четко по регламенту. Жеребьевка, процедура четко определена законом. Распределить нужно было 72 участка в районе улицы Нижегородской. На жеребьевку пригласили столько же семей, стоящих первыми в очереди на получение земли под строительство. К назначенному времени не пришли представители четырех семей. В барабан загрузили 72 конверта. В порядке очередности к барабану поднимались многодетные родители. Одни уверенно вытаскивали конверт из барабана, другие с волнением искали среди десятка одинаковых свертков свой счастливый. Выходили они из зала тоже с разным настроением. После жеребьевки доволен, остался доволен. Участок как надо, как хотел, по крайней мере. Все хорошо, ждал давно. Наконец-то дождались. Дождались наконец-то. Остался участок. Вы довольны своим выбором? Ну, средним. Не то, что хотел быть, но, скажем так. Очень довольна выбором, очень довольна расположением. На самом деле решение о том, что я буду принимать участие в жеребьевке, приняла буквально за минуту. То есть я сюда шла, на самом деле отказывался от участия в жеребьевке, планировала принять участие в другой раз. Год переживаний и год вот этой обиды, он остался, конечно, в душе. Что обещали одно, а в итоге пригласили на жеребьевку совершенно по другой земле, вот эта обида осталась. Одна семья отказалась от участия в жеребьевке. Таким правом, многодетные могут воспользоваться только один раз. Если семья откажется еще раз, то их снимут с очереди. Изначально ждали улицу Западную, на что мы пять лет стояли, но в последний год нас поменяли на Нижегородскую. То есть я как строитель знаю свойства той местности, соответственно, Западной. И по финансам, то есть разница будет существенная для меня, по крайней мере. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В прошлом году саровчане не были избалованы массовыми мероприятиями, поэтому каждая из них запомнилась. В сентябре на сцене саровской драмы выступили ведущие солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера». Галоконцерт «Пять звезд» состоялся в рамках празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. Калатина Фигара с первых нот погрузила зал в особенную атмосферу оперы и классической музыки. Арию сивильского цирюльника из одноименного произведения «Джаки на растении» исполнил Максим Перебейнос. Солист «Геликон-опера» сразу дал понять, что программа этого вечера будет особенной. Зрители станут ее активными участниками. По задумке режиссеров, концерт был представлен в виде спектакля, в котором объединили арии из разных опер. Театр «Геликон-опера» – это в принципе театр действия, театр мобильности какой-то артистов. И любое произведение мы преподносим для зрителя как некий такой ограненный бриллиант, я бы сказал. Потому что просто выйти спеть – это каждый может. А наша задача еще донести. Гастроли московских артистов в городах присутствия «Росатома» проходят в рамках празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. Наша первая часть началась в Челябинской области. Были в Челябинске известные города Снежинск, Озерск и Трехгорный. Попутешествовали там, посмотрели очень достаточно интересные места, природа просто потрясающая. Программа артистов «Геликон-оперы» под названием «Пять звезд» – это большие гастроли пяти солистов театра. Они представили зрителям атомных городов арии из известных классических произведений, а также романсы и русские народные песни. Каждый из артистов не просто пел, а на несколько минут перевоплощался в героя арии. Используя лишь голос и пластику, солисты органично переходили от одного образа к другому, погружая зрителей в действия на сцене. Дуэт двух грациозных кошек Майи Барковской и Ольги Спицной, которым подпевал Дмитрий Пономарев, покорил саровские зрители. Артисты «Геликон-оперы» виртуозно исполнили арии из опер зарубежных композиторов, а еще с большей душевностью спели романсы и русские народные песни. Я их люблю с детства. Мне бабушка пела. Когда я была маленькая, колыбельная, она старалась именно русские народные песни мне петь. Они даже были веселые, я все равно засыпала. Концертом в Сарове большие гастроли столичного театра завершились. Артисты вернулись в Москву. В 2020 году «Геликон-опер» отметила 30-й день рождения. 31-й театральный сезон начался с важных событий. Впервые после пандемии коронавируса в театр пришли зрители и впервые на сцене зала «Стравинский» был представлен спектакль «Каменный гость» Доргомышского. Таким нам запомнились август и сентябрь ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2020-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, каким был прошлый октябрь. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших вам новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова